здравствуйте вы смотрите канал максимазы и сегодня будет обзор на телефон samsung c3322 ай не просто c3322 c3322 ай этот телефон является продолжением хита от samsung 2011 года c3322 и вот спустя он до стал хитом довольно таки известная модель и 2013 году вышло его продолжение так сказать c3322 ай и немного истории сначала про то как он меня был этот телефон у меня был у меня именно этот но не именно этот экземпляр этот я через авида купил вчера тот к которому вот у меня был я купил его в начале 2016 года и пользовался им до конца 2018 потом он подарил его деду на новый год но не так давно дед потерял его где-то на даче на той даче который квартиранты засрали и я купил на авито еще один так вообще лишь немного истории про сам телефон начале начиная с лета с конца лета где-то 2014 года c3322 исчез из продажи и был только c3322 ай c3322 была очень успешной моделью однако вот c3322 ай ну запутался на просто c3322 очень хорошо продавался была успешной моделью а вот c3322 ай к сожалению такого успеха не добился продажи у него были очень не очень успешные крошечные достаточно у него были продажи и на ютубе возможно из-за этого почти нету обзоров вообще на него в 2016 году как раз таки в начале когда я его и купил в связи с низким спросом производства было остановлено ладно давайте осмотрим внешний вид этого телефона внешние вроде бы идентичны но есть все же небольшие отличия первое отличие это что что вот у старшей модели вот здесь желт желтая вот тут ведь сим-карта а вот здесь смотрите она тоже белая ну и второе отличие это задней крышки здесь к задней крышке уже не рифленая а глянцевая есть свои плюсы есть также и свои недостатки пир плюс том что глянец выглядит интереснее и привлекательнее но правда не до тех пор пока на нем и не останутся эти потертости но вот но и гладкий более приятный на ощупь что ли вот о недостатках что стоит сказать во первых он более скользкий во вторых более жесткий недостаток это то что вот эти надписи samsung и вот это вот стирается очень быстро и что и сохранить эти надписи это блин надо постараться даже у меня не получилось когда у меня тот был телефон samsung почти стерлась у меня надпись сожалению ну внешне вроде бы одинаковые а вот внутренне по системе уже по-разному если c3322 работал на платформе swift то c3322 и работает на платформе инфинион то есть тут абсолютно две разные прошивки там все по-другому но тем не менее но тем не менее модель имеет как много общего со старшей версии так и много отличий какие-то отличия можно обозначать как положительные а какие-то отрицательные и мы сегодня как раз таки узнаем какая же из этих моделей лучше куп покупал я его кстати за три с половиной тысячи рублей в 2016 году этот за 500 всего лишь итак давайте его откроем кстати с рифленой задней крышкой тоже можно было найти эту модель но она с небольшим шансом попадалась аккумулятор точно такой же как и в старшей модели 1000 миллиампер ну и задний вид тоже принципе такой же я еще давным давно хотел c3322 себе но все никак не получалось только 2016 на самом начале в январе смогли его купить но тогда c3322 не было был c3322 и купили его но несмотря на это он меня радовал очень сильно ну и давайте его включим за 3322 ай загрузочный к такой же вот видите и тут у нас главный экран сзади вот так выглядит коробка этого телефона вы почти такая же как ци 3322 здесь у нас написано это кстати коробка не от этого это и это от моего как раз того который потерял нет 200 карты камеры 2 мегапикселя дисплее 2 и 2 дюйма тфт qvg социальные сети мульти мессенджер аудио разъем три с половиной миллиметра под наушники и поддержка карты памяти micro sd до 32 гигабайт и это кстати говоря первое преимущество в пользу него поскольку c3322 старшая модель поддерживал только до 16 гигабайт этот до 32 уже так что так что первый плюсик пользу этого а вот теперь пойдет плюсик в пользу старшей модели она касается подключение к компьютеру через этот разъем можно заряжать и подключать компьютер однако если в старшие модели подключать его можно было получить доступ не только карте памяти но и памяти телефона то через компьютер то здесь только карте памяти так что тут плюсик в старшую модель идет смотрим главный экран главные экраны как видите туда отличаются здесь вот такие вот часы в старшей модели с помощью клавиши в центр можно перейти в меню также можно на вот эти кнопки джойстика настроить разные функции здесь уже такого нельзя в меню можно войти только левой кнопкой и никакие функции этими кнопками не выполняются можно только настроить бюджеты так что плюсик тоже в пользу старшей модели так давайте смотреть дальше ну часы такие вот сим-карты эта кнопка также отвечает за переключение симок видите меняется фон это тоже зависимости от настроек нажимаем на эту кнопку у нас будут вызовы кнопка решетка удерживаем выключать звук и наконец-то решетка это блокировка клавиатуры теперь если старшую модель можно было разблокировать одним способом это вот этим же тоже удерживая кнопка то здесь уже двумя способами можно таким образом а можно вот таким пользу но в принципе плюсик никуда не ставлю и не такое что значительное отличие кстати забыл про характеристики сказать трех диапазонный джей четырех диапазонный gsm 850 900 1800 1900 gprs edge mini sim количество семьи две сим-карты как уже поняли моноблок весит 89 грамм кстати как мне что кажется или эта модель и полегче вот это непонятно почему аккумулятор 1000 миллиампер в режиме разговора должен до 12 часов кинуть и в режиме ожидания до 600 60 часов 2 дисплей 2 2 дюйма 240 на 320 пикселей отображает 262 тысячи цветов ну также как и в старшей модели ну и конечно же камера на 2 мегапикселя без автофокуса юсб разъем три с половиной миллиметра под наушники и так далее есть я во игры о них мы тоже поговорим так переходим в главное меню кстати виджеты можно функции свои настроить но это не очень удобно как старший модель меню меню здесь очень сильно отличается от старшей модели во первых задний фон видно видно задний фон с а в старшей модели просто видно цвет темы здесь меню листается не вниз из двух страниц а на 4 целых страницы по горизонтали меню реально очень необычные потому что тут функции многие рассортированы прям самом меню например радио калькулятор bluetooth диктофон прям все прям в меню находится и встроенные игры их мы тоже с вами посмотрим значит сообщение тут все то же самое в принципе что и в старшей модели камера камера слегка улучшена снимает чуть-чуть получше качество но в принципе также в принципе похоже будильник можно ставить будильники также как и в старшей модели давайте заглянем в мои файлы месседжер ой этот господи менеджер файлов здесь примерно такой же как в старшей модели продают перед переход такой вот пункта здесь немного отличается если вот здесь смотрите он такой плавненький пролистывается то здесь быстрый ну а так разделы все те же картинки ну картинок нет только вот моя картинка звуки есть один встроенный mp3 трек длится он три минуты где-то также отличается полифония давайте вас давайте это послушаем здесь звучит вот так а теперь давайте послушаем как в старшей модели звучит полифония отличается старшей модели тоже есть mp3 трек но другой также можно посмотреть телефон карта памяти или сразу все вместе теперь давайте зайдем в mp3 плеер он тут тоже немного отличается от старшей модели во первых музыкальное меню она здесь лучше также можно настроить списки но к сожалению есть один недостаток если извлечь карту памяти а потом ставить ее обратно списке сбросится пропадут теме пропадут треки которые были на карте памяти а вот c3322 не пропадут так что плюсик опять же в старшую модель ну давайте послушаем как во первых главное надо меню посмотреть здесь вот как видите отличается от библиотеки тут библиотеки сразу списки из произведений дорожки альбомы исполнители жанра а здесь помимо этого есть еще композиторы годы и моя оценка конечно это все может строить хоть и послушаем как звучит музыка вроде на эту песню нет авторских прав старшую модель можно было настраивать вид вид проигрывать или здесь нельзя уже принципе это не то чтобы минус для них лично не жалуюсь можно менять эквалайзер кнопкой 2 наушниках легче всего услышать это это песню же авторские права есть так что не будем долго слушать ну в общем player не плохой и качество динамика кстати как по мне получше если c3322 там чуть-чуть такое ощущение что было эхо то здесь уже такого нет так что плюсик идет в эту модель так смотрим дальше я записываю все на бумаге так на рабочем столе у нас появляется трек последний ну и давайте есть интернет как я уже говорил samsung caps настройки настройки есть диспетчер двух sim карт можно настроить активный режим профили звука здесь все те же самые рингтоны что и в старшей модели разве что такое чувство что качеством они похуже немного хотя может и нет ой громко как блин тоже громко басик тон называется этот рингтон старшей моделью назывался басик пипит ринг но может быть и правильно сделали потому что басик пипит ринг есть отдельный рингтон у samsung но здесь такая вот немного странная особенность то что когда листаешь выборный пункт остается внизу сначала уже потом от листается вверх немного странно в старшей модели такого не было а вот рингтон и sms отличаются они тут другие уже но есть и те которые там тоже были ну вот это для будильника подходит а а а и вот здесь вот когда листаешь ветер пункт всегда остается внизу до самого туда это очень странно очень странно в принципе не сильно мешает ну и громкость также можно для 2 сим-карты все настроить дисплей во-первых обои здесь несколько обоев стандартной версии 3 обоя идет однако лафлёрской версии там еще по моему 3 добавляется или 44 по моему здесь они другие кстати забыл блин я забыла цветовых решениях сказать у этого телефон другие цветовые решения в отличие от старшей модели если у старшей модели был черный классический был также бордовый и лафлёрский то здесь классический черный есть белый есть еще серебристый розовый и лафлёрский по моему тоже есть но я что-то не находил его нигде не на ютубе на картинках чуть-чуть увидел судя по картинкам вообще ничем не отличается от лафлёрской версии старшей модели но даже и коробку видеть где было написано c3322 картинки покажу видео если не забуду давайте поставим друг другой обой например вот этот тигра можно поставить видите как меняется экран прикольно выглядит ну давайте назад тот поставим тема а вот тему тема же здесь тоже три как в старшей модели но они тут другие есть такая вот коричневая есть синяя при этом еще и меняются иконки в третьей теме есть а еще а есть темная такая вот синенькая меня на второй симке она стоит вот так вот переключаем видите все становится темные в старшей модели не было такого старшей модели было зеленая оранжевая и голубая дисплей при наборе стиль шрифта глобальный есть такой вот корявый дисплей при наборе яркость подсветка эффект перехода дверца ну как по мне это глаза режет так что это выключим время и дата телефон здесь настраивая правые клавиши там старшей модели были горячей клавиши здесь потому что нет горячей клавиш вызовы есть ложный вызов старшей модели его забыл показать пока делал обзор надеюсь что здесь не забуду давайте прямо сейчас продемонстрирую удерживаем кнопку и включается ложный вызов он через 10 секунд должен позвонить короче давайте подождем посмотрим вот видите ну и старшей модели он такой же интересная довольно функция календарь конечно же есть памяти встроенный здесь также 50 мегабайт как и в старшей модели bluetooth чат есть чатон как и в старшей модели все тоже google заметки fm-радио она работает только с наушниками опера мини конечно же есть диктофон диктофон хороший помню такой же как и в старшей модели bluetooth вот что касается bluetooth то почему-то старшую модель bluetooth наушники беспроводные я подключал но звук почему-то музык музыки через в них не передавался я могу же из них не слышал а вот сюда я смог подключить беспроводные наушники но почему-то звук был настолько громкий что даже не одевая наушники его было слышно оттуда а тише сделать нельзя было так что тут не плюсик не туда не туда поставить не могу оба телефона можно подключить к автомобилю в качестве bluetooth телефона так сказать словарь какой то есть непонятный синхронизация есть и игры встроенные встроенных игр тут 10 они находятся прямо в меню за свои игры можно закачивать тоже я закачал уже несколько игр в отличие от старшей модели здесь можно загружать игры весом более 512 килобайт старшей модели может это был предел вот даймонд твистер например я поставил поэтому здесь плюсик идет в эту модель ну и давайте проверим производительность здесь она тоже лучше запускаем давайте на бункере 3d это проверим по быстренько мы по играм пройдемся давайте запустим 1 уровень и там и там короче если в старшей модели смотрите оно выглядит чуть-чуть то оно работает медленно и даже выглядит иногда так как будто налагает то смотрите как это работает старшей модели смотрите такое чувство как будто 60 кадров в секунду производительность в этой модели намного лучше блин реально такое чувство как будто 60 кадров она понятно так что здесь опять плюсик в эту модель давайте посмотрим на встроенные игры покажут каждую быстренько посмотрим очень быстренько первое это летсплей гольф кстати все игры бесплатные если в старшей модели было три игры стандартной версии также 5 лафлёрской то все игры кроме двух это дурака хэнгмен были платные то здесь все игры бесплатные ну правда за исключением шестого асфальта но я вам потом покажу быстрая игра поэтому о бесплатности тоже плюсик в эту модель короче выбираем угол силу удара и бьем он почти попали прикольно их чуть-чуть перебор наверное а может и нет вот попали ну попали ну попали ну и все карнивал лэнд следующая игра с одной стороны то что 10 игр в телефоне это круто но с другой стороны это может быть и минус потому что игры занимают много места и удалить их нельзя но в принципе мне это не мешало эта игра короче это набор разных мини-игр первое это баскетбол но там есть еще куча всяких других забиваем мечи чтобы выиграть надо 6 забить вот уже два забили и этот забили и этот тоже тут короче много разных мини-игр к слов magic ой я не ту игру случайно запустил little big city я случайно запустил ну давайте его посмотрим почему бы нет это прикольная игрушка где нужно строить свой город и у нас задание построить два доли вот за 200 монеток домик давайте построим вот здесь город свой продвигать нужно доставлять запасы туда и получать за это налог короче очень круто залипнуть тут можно лично я залипал свое время castle of magic следующая игрушка называется это это платформер я в эту игру в старшей модели играл там она там она вообще тормозила а здесь вы видите как все плавно работает короче здесь 10 уровней 10 уровней прикольнее 3 уровня это вот этой зеленой поляне 3 в сладком таком желтом мире и в космосе 4 4 это финальный босс был короче проходим до конца также есть три монетки золотые которые можно собрать следующий играет green фарм которая также была и в старшей модели но только в лафли русской версии она была она была там платная а здесь она бесплатная это очень хорошо быструю игру давайте выберем приятно познакомиться и твой сосед эдгар эдгар роз что так ладно шутки в сторону добро пожаловать нашу деревне лили и том также живут неподалеку скоро познакомиться с у них будет работа не отправить тебе письмо тут короче очень много разных заданий и первое задание вырастить 10 кустов малины собираем все вот эти бомбасы вскапываем грядки я лично в эту игру залипал проходил ее полностью несколько раз так нам надо 6 штук еще вырастить чего уровня еще не хватает серьезно давай 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 быстрее а теперь теперь можно использовать малины так 6 кустов быстро быстро сажаем они растут всего за 40 секунд надо также ухаживать кормить животных вырастить растение но тут помимо выращивания есть и другие вещи ферма быстрого роста скажем так потому что тут все растет очень быстро о видите цыпленок есть хочет давать ему дадим пожирать и поцелуем также можно его переместить чтобы не он нам не мешался тут ну вот видите малина уже выросла собираем ее ну и давайте отнесем к эту игру и алину эту так он нас просит растение убрать но давайте это уже за кадром как нибудь сделаем в общем в этой игре тоже позалипать можно так следующая игра блок брейнер брейкер 3 тоже залип тоже я залипал в эту игру в свое время включаем звук ох нифига себе этот уровень какой-то сложный короче надо все вот эти фигурки для кирпичики разбить блин но почему так медленно чего у меня одна жизнь была чё серьезно ну короче выбиваем кирпичики и заканчиваем там уровень все такое эту игру мы уже смотрели у у нас осталось еще игры асфальт 6 давайте посмотрим потом вот эти посмотрим асфальт 60 такой же асфальт был и в старшей модели но там было в демо версии здесь тоже демо версия но здесь доступно гораздо больше контента чем старший версии если тут нужно было покупать только какой-то там дополнительный контент то в старшей модели даже не давали закончить первую гонку я кстати пробовал купить тут она не не покупается уже отправляю смс-ку но ничего не приходит никакой код поэтому к сожалению или уже не купить и но благо то что код не пришел благо с моего счета не сняли никаких денег как видите то же самое только другая музыка обгоняем можем также бить чужие машины получаем этот бонус и можем бить машины тут даже можно машины покупать бесплатно так следующая игра в андерзу ван это что-то типа похоже на литл биг сити только тут мы тут наш собственный за парк так этот за парке так понимаю кто-то до меня уже сделал когда я когда телефон перед тем как продавать телефон такой вот зоопарк тоже дань всякая собирается кормление животных ну в эту игру я особо не играл пару раз открывал и все ну тоже делаем зоопарк всякие штучки строим прикольно в общем буду уже позалипать можно следующая игра ну что ты не выходишь то что-то бы заглючил он короче fashion icon это видимо игра для девушек ну давайте посмотрим все равно что это такое я в эту игру вообще больше не играл потому что я даже не понимал что там надо делать ну да это для девчонок игра я так понимаю играем за девушку за какую-то и заходим в разные магазины то ли еще что-то делаем у нас тут здоровье что-то мне непонятно как тут взаимодействовать ну и последняя игра это little pet shop тоже в нее не играл запускал пару раз но что-то тут можно делать прикольная музыка в меню питомец уход дарим еду бумс 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 ну неплохо что сказать так он я так понимаю хочет есть бумс 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 ну если разобраться что тут делать тоже видимо можно позалипать ну и в целом вот такие вот 10 игр и что у нас вроде бы мы все осмотрели и что и что у нас получается 3 плюсиков в старшей модели и 5 плюсиков в этой модели и что у нас получается эта модель все-таки получилось лучше чем старшая модель ну а если вы не согласны можете написать свое мнение в комментариях ну а на сегодня все вроде бы пока я вроде бы все показал с вас лайкос и подписываться с меня эпичные видосы подписывайтесь также на мой стрелки канал и в группу вконтакте тоже вступайте всем пока сорян что обзор такой долгий был просто хотелось показать пока пока